Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами используем колоду царя Соломона. Карты. Это карты необычные. Это карты советчики. Они очень глубоко просматривают человека. Очень серьезные карты, я вам скажу. Здесь очень интересные арканы и очень интересное значение. Эти карты предназначены больше для того, чтобы выявлять какие-то внутренние проблемы человека. Эти карты предназначены, чтобы узнавать, есть ли на человеке какой-то негатив, порча с глаз. Или может быть какой-то совет, который нужно обратиться к высшим силам или еще к чему-то. Что нужно сделать вам, чтобы быть счастливым на этом свете или же очиститься. В общем, вот такое вот содержание эти карты. Поэтому сейчас, ну и как всегда, нам будут помогать еще две колоды карт. Если при необходимости. Это колода Ленорман и Таро Черных Котов замечательные. Это, я очень люблю эти карты. Вот, поэтому сейчас мы с вами, это очень серьезное гадание. Отнеситесь к нему очень-очень серьезно. Сейчас я сделаю несколько вариантов. Давайте, давайте вот так, аметист, агат, жады, давайте пурпурный у нас яшма будет, давайте у нас будет синий азурит. Так, я хочу просто еще, наверное, сделать вот это пять, да? Ну давайте шестою горный хрусталь возьмем. Давайте вот шесть, шесть вариантов вы сейчас выберете. Подумайте хорошенько, что вы чувствуете, какой может быть на вас негатив. Подумайте, кто бы мог сделать вам какие-то неприятные вещи. Посмотрите в глубину, посмотрите внутрь себя. Сосредоточьтесь на этом гадании. Также вы можете загадать на эти камешки не только себя. Вы можете загадать на один камешек себя. На другой камешек можете загадать маму, сестру, брата, отца, или может быть подружку, или своего друга, или супруга, или ребенка своего. В общем, загадайте на каждый камешек кого хотите. Можете только себя, а можете близких и родных. Итак, я надеюсь, вы выбрали вариант. Это очень серьезные карты. Поэтому мы приступим. Итак. Первая карта. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Четвертая. Сейчас мы с вами будем смотреть. Все те, кто загадал. На первую камешек. Аметист. Этот аркан. Посмотрите. Двадцать третий аркан. Говорит о том, что вам нужно обязательно почаще обращаться к вашему личному ангелу-хранителю. Почаще разговаривать с ним. Скорее всего, вы знаете, кто стоит за вашей спиной. Но, во-первых, когда человек рождается и когда его начинают крестить, вот при крещении ему дается ангел. Это обязательно. Затем, когда родственники умирают постепенно, то какие-то родственники превращаются в ваших ангелов-хранителей. Может быть, это мама, папа, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, дяди, тети, которые с нежностью относились к вам при жизни. И сейчас вы чувствуете их присутствие. Возможно, вам снятся даже какие-то сны. Возможно, вы ощущаете это присутствие. Так вот, не отворачивайтесь от помощи ваших ангелов-хранителей. Эта карта вас призывает к тому, чтобы вы были ближе к этому, к вашему ангелу-хранителю. Рассказывали все свои проблемы насущные. Вот спать ложитесь, читаете молитвы, призывайте своего ангела-хранителя. И начинайте рассказывать вам ему все свои проблемы, все свои пережитые, в общем-то, какие-то вещи. Спрашивать совета, и ночью, возможно, вам приснится какой-то сон. Но вот по этой карте я не скажу, что у вас какие-то проблемы серьезные. Карта чистая, карта хорошая. Говорит о том, что вас, ангел-хранитель, вас очень сильно оберегает. Очень сильно. Несмотря на какие-то каверзы. Эта карта также показывает, что на вас есть какой-то, хотят люди навести негатив. Но вы за счет вашего ангела-хранителя имеете вот защиту, понимаете? Вы защищены, и поэтому почаще благодарите ангела-хранителя, чтобы и дальше он вас защищал. Здесь не требуются дополнительные карты, здесь и так все видно. Голубой агат. Десятый аркан царя Соломона. Смотрите на эту карту. Вот плохо она берет. Эта карта говорит о том, что у вас какая-то просто печать защитная. Либо же вы что-то сами сделали магическим путем, поставили себе защиту. Либо же это сделано руками ваших близких и родных. Эта карта очень хорошая. Вы защищены вот по полной программе. Но также эта карта говорит о том, что вы пребываете, вот знаете, как защита кольцо, защищенная скорлупа. Вот смотрите, люди обмениваются своей энергетикой. Это нормально. Но даже вот объясню вам на простых вещах. Допустим, вот у вас много хлеба, у кого-то много мяса, у кого-то много помидор, у кого-то огурцов. Но одним и тем же вы питаться не будете. Правильно? Это невкусно, это приедается. А когда вы начинаете обмениваться с другими людьми, у вас всегда на столе у всех будет и мясо, и хлеб, и помидоры, и огурцы, и всякие вкусняшки. То есть вы понимаете, о чем идет речь. То есть когда человек обменивается энергетикой, это хорошо, это нормально. А эта карта говорит о том, что у вас стоит вот такая вот защита, знаете, вот как яйцо, пуля непробиваемая. Это тоже не совсем хорошо, потому что вы как будто бы варитесь в собственном соку. Вы не даете людям, и вы не можете взять себе что-то. И вот у вас, вот это происходит варенье просто в своем соку, вы сами себе можете вот как пожирать что-ли, вот как порчу. Но это нельзя назвать порчи, но вы сами себя съедаете, понимаете? Но защита, к вам не пробьешься, вы не пробиваете и не подпускаете к себе человека. То есть эта карта имеет и плюсы, и минусы. То есть вот это вот все-таки кольцо нужно снять, почиститься, снять и быть более общительным, более... Я не говорю, что вы замкнутый человек, но именно вот энергетически у вас замкнутость получается. Вам нужно вот это кольцо пробить для общения с другими. Итак, переходим к третьему варианту. Третий вариант у нас это первый аркан. Это стопроцентная магия, это стопроцентное воздействие на вас. Это сейчас нам потребуются карты дополнительные. Камень третий, еще раз повторяю, если здесь не было что-то, то вот эта карта 100% на вас было сделано. Магическое действие какое-то применено. Это просто 100%. Сейчас, ну, давайте посмотрим. Возьмем карты эти. Попробуем посмотреть, кто это мог сделать. Или нет, наверное, вот эти вот черные, таро черных котов. Мы посмотрим, на какой предмет была порча. А ленорман мы применим, кто это мог сделать. Итак, на предмет чего была порча, было воздействие. Ну, здесь даже дальше карты не стоит вынимать. Здесь сразу все понятно. Посмотрите, пожалуйста. Вы видите, как две фигуры, обнявшись, плывут на лодочке. То есть порча была сделана на вашу вторую половину, на вашу любовь. То есть на одиночество, чтобы второй половины у вас не было. Или если у вас вторая половина есть, чтобы были ругань, скандал, неприятности. Вот это 100%. 100% даже вот дальше уже можно не смотреть. И посмотрим, возьмем, таро ли норман, кто мог это сделать. И при каких, возможно, обстоятельствах. Ой-ой-ой, вот эта карта справедливость, что самое интересное. Ну, давайте еще одну достанем. Ну, идут прям одни фигурные карты. Подождите, давайте я еще раз посмотрю. Да что ж такое-то, а? Ой-ой-ой, ну прям одни фигуры. Я вам скажу так. Ну, что можно сказать? Смотрите. Это было сделано, во-первых, очень сильным человеком. Это один человек сам не мог сделать. Он обращался определенно к каким-то колдунам, магам, как хотите, называйте колдуньям, ведьмам, без разницы, как назвать. Но это было уже проведено специалистом. Это не было вот что-то сам, сам человек что-то наколдовал. Нет. Карта говорит о том, что это было сделано специально, и причем до такой степени запутано, что просто жуть. Вот смотрите, как интересно. Это было при каких обстоятельствах? Скорее всего, это была компания. Парни, девушки все вместе собирались. Возможно, вы были очень яркая, представительная, красавица, умница, и на вас очень многие мужчины обращали внимание. И вот какая-то женщина-завистница, которая вот в этой компании не получала должного внимания. Вот я же задала вопрос, при каких обстоятельствах? Это было при тех обстоятельствах, когда это была какая-то совместная пьянка, гулянка. Совместно вы собрались с компанией, мужчины и женщины все были вместе. И на вас очень много обращали внимание мужчины. Женщина вот просто позавидовала. И не только позавидовала, а вот видно, она виды какие-то имела на молодого человека или мужчину. И она, чтобы вернуть его или притянуть к себе, она пошла делать вам порчу для того, чтобы этого человека забрать. А получилось, что эта порча вам полностью обрезала счастье для построения дальнейших планов, понимаете? То есть вы, может быть, на этого мужчину и виды-то, в общем-то, не имели. Вы просто веселый человек, общительный, смеялись, хохотали. Вокруг вас были мужчины, знаки внимания оказывали. Возможно, вы даже ничего дурного не хотели увезти там какого-то парня или что-то. Но вот эта женщина, вот у нее, вот ей показалось, что вы именно вот этого мужчину хотите ее увезти. И поэтому она сделала вам вот такую порчу. Эта порча оказалась гораздо сильнее того, что она хотела вам сделать, понимаете? Она хотела только на одного мужчину вам преграду поставить, а получился блок полностью на любовь, на всех мужчин. Так что вот эта вот очень серьезная карта, я вам скажу, и серьезные вещи, вам нужно обязательно, это вы сами не сможете это снять, это нужно обращаться к специалисту, смотреть очень внимательно. Можете и ко мне обратиться, можете, если хотите, и другого специалиста найти. Это просматривать полностью надо, вас полностью чистить, смотреть вообще, откуда это все пошло и кто это мог быть. Ну, там очень много вопросов, но это серьезная порча. Так, смотрим следующие. Кто поставил на следующий камешек? Четвертый вариант. Так, смотрите, посмотрите на эту карту. И сейчас мы с вами будем ее объяснять. Вот эта карта вам говорит, что у вас также имеется защита. Эта защита у вас, вы знаете, такое впечатление, что или в доме, или вот где-то какой-то определенный участок, где вы защищены. Ну, к примеру, допустим, если ваш дом как под защитой, может быть, мама или бабушка поставили какую-то защиту, но оно не распространяется конкретно на вас. Но вот, допустим, вы вышли из дома, вы уже не защищены. А если вы возвращаетесь в дом, то вы уже под защитой. То есть, если вы встречаетесь вне дома, вы можете подвергаться каким-то опасностям, магическим воздействиям, вот колдовству, или, может быть, неразборчивы в парнях, или вот в девушках. А если вы приводите парня или девушку в свой дом, то вы уже под защитой, и это видно сразу, хороший человек или плохой человек. То есть, вот у вас какой-то круг, определенный защитный круг. Где он находится, я точно по этой карте не могу сказать, мы сейчас дополнительно достанем карты, но вот я вам объяснила ситуацию, чтобы вы понимали, как это все происходит. Смотрите, давайте посмотрим, зададим этот вопрос картам. Где находится ваша защита? Где вы защищены? Так, луна, жрица тайны. Так, ну, интересно. Интересно. Очень интересно. Очень интересная ситуация получается. Ну, вот смотрите. Карты, все понятно, уже мне все понятно. Значит, карта это попе, сожрится. Это карта тайн, карта вот таких, как сказать вам, ну, карта вот тайны, чего-то секретного. Шестерка мечей, это вот какой-то уход, отъезд. И опять-таки, восьмерка чаш, говорит, тоже уход. Это что значит? А значит, вы защищены только тогда, когда уходите из дома. Вот смотрите, я вам пример привела, что защита в доме. Все правильно. И попеса, попеса, это карта девственности. То есть, скорее всего, ваша мама, или, может, старшая сестра, или бабушка, ну, кто-то из родней, вот кто мы сейчас посмотрим из карт, сделал защиту в доме на вашу девственность. То есть, эта защита сейчас влияет, как бы, против вас. То есть, она не дает вам развиваться в личных отношениях, понимаете? И вы, наоборот, от высшей силы вам подсказывают, вам нужно уйти из дома. Вот когда вы выходите за порог дома, вот оно все идет, вы должны выйти, куда-то уйти, уплыть, убежать из дома. Вот тогда вы под защитой высших сил, понимаете? Как только вы входите в дом, вот эти карты поясняют конкретно, вы вошли в дом, и там на вас действует магическая какие-то, ну, неумелая защита. То есть, ваши родные хотели вам добра сделать, вот что-то там пошептали, наколдовали, чтобы вас уберечь, может быть, от порчи, от сглаза, может быть, там, уберечь от ненужных знакомств каких-то. А на самом деле они все сделали неправильно, они вам поставили блоки. И в доме у вас вот блоки, понимаете? Когда вы выходите из дома, вы аж дышите, вам легко, вы полную грудь, вот свободы, какое-то счастье, независимости, понимаете? Вот у вас вот такое вот ощущение. А в доме вы чувствуете какой-то гнет, давление. Но вот это из-за того, что какие-то были магические действия проведены, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, давайте посмотрим теперь, кто, кто сделал это. Может быть, я ошибаюсь, что это мама, сестра или... Давайте посмотрим теперь, кто это сделал. Опять уход, уход. Вам нужно бежать. Мир, путешествия. Иначе будет тупик, тупик. Да что ж такое? Не хотят карты говорить. Колесо фортуны, опять путешествие. Так, вот смотрите, уже пять карт достало, я думаю, достаточно нет. Тут ответа карты не дают. Кто это сделал, карты не дают. Но все карты говорят, что вам нужно уходить, убегать. Вот это восьмерка кубки тоже уход. Только вот в путешествии куда-то вам нужно уйти, вы счастье. Будете просто колесо фортуны, опять-таки вам нужно куда-то уйти. Вот, понимаете, передвижение. Иначе вы вот просто в тупике сейчас таком вот находитесь, в тупике. И карта колесо фортуны тоже говорит о том, что вам что-то надо поменять и уйти. Ну, я не знаю, во-первых, сколько вам лет, если вы несовершеннолетняя девочка. Конечно, от родителей вы не уйдете. Но тут нужно что-то уже просматривать, отдельно обращаться к специалистам. Можете ко мне, можете к кому-то другому, потому что, конечно, вот в этом доме так все небезопасно с вашей энергетикой. Если вы взрослый человек, взрослая женщина, взрослый мужчина, уходите, бегите из дома. Иначе вы не наладите личную жизнь, не наладите. Надо уходить из дома, а рубить пуповину, уходить и устраивать самостоятельную жизнь. Итак, посмотрим на пятый вариант у нас. Это семь небес называется. Смотрите, карта семь небес. Значит, что эта карта говорит? Карта эта хорошая, очень хорошая. Эта карта говорит о том, что у вас очень много ангелов-хранителей. Эта карта может говорить о том, что у вас за время вашего пребывания здесь, на планете Земля, вы уже похоронили очень много близких, родных, душ, родственников, знакомых, друзей, возможно, они на том свете. Вы часто их вспоминаете. Они вас оберегают, они вас защищают. И эта карта вас, советчик, почаще вспоминайте, почаще ходите в церковь, ставьте свечки за упокой душ, за царствие небесное. Может быть, если вы другой верой, то как-то по-другому это все происходит. Но во всяком случае, вот они вас оберегают, и вы должны быть благодарны, и вы что-то должны приносить, понимаете, отдавать благодарность. Может быть, действительно, какие-то пожертвования в детские дома, или родственникам, или детям покупайте подарки, или родителям, если они у вас живы. Но вот эта карта хорошая, то, что вас оберегают, и в то же время она требует того, чтобы вы тоже давали кому-то что-то, чтобы оплатить вот этот подарок небес, который вам дается. Карта чистая, хорошая, здесь никакой не порчи, не сглаза, очень хорошая карта. Дальше. Шестой камешек у нас, смотрите. Это карта 31 аркан. У нас талисман Юпитера. Юпитер – это у нас планета расширения, как мы знаем. Это очень хорошая, великодушная планета. Эта планета говорит о том, что вы под защитой богов, всевышних сил, вам очень много дается в этой жизни, и вы просто обязаны отдавать людям. Это не просто вот пойти в церковь или что. Вы должны помогать серьезно, очень серьезно вашим близким и родным. Может быть, кому-то нужно будет там занять денежек, вы можете занять. Может быть, кому-то построить дом, чтобы там кирпичи или что-то помочь, перенести, перевести или еще что-то. А вы никогда не должны отказывать. Никогда. Вот послушайте, если вы кому-нибудь когда-нибудь откажете своим родственникам, в первую очередь родственникам, то у вас высшие силы заберут вот это вот счастье, которое вот дано вам было практически при рождении. Понимаете? Вы должны всем помогать. Чем больше вы помогаете, тем больше высшие силы вам дают. Но эта карта, вот этот аркан говорит о том, что вы сами, как планета Юпитер, от вас люди ждут защиты. Понимаете? То есть вы можете защитить всех, и вы можете помощь принести. Вы очень сильный человек, вы очень сильная личность. Пусть это не касается материально, это вот касается именно внутреннего стержня. И что вам судьба не дает, какие бы испытания вы всегда вытерпите, вы всегда встанете с колен, вы всегда будете на высоте, и всегда на вашей стороне победа и счастье. И также помогайте другим, еще раз повторю, помогайте, помогайте, помогайте. Благодарите небеса за этот дар, и вам будет даваться еще больше, больше и больше. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний расклад. Ну вот такой вот расклад. Я долго не брала эти карты в руки, я долго к ним привыкала. Я их чистила, готовила под себя. Но это они тяжеловатые. Вот они, возможно, попозже я как-то с ними еще... Вот даже сейчас я с вами работаю, и то у меня как-то ощущение вот тошнота, головокружение. Возможно, у вас такое же будет. Пишите в комментариях, понравилась вам эта колода карт, понравились ли эти расклады. Хотите ли вы узнавать, что есть на вас негатив или нет на вас негатива. Пишите. Если не понравилось, тоже пишите. Оставляйте комментарии. Я вас всех очень-очень люблю. Желаю вам быть здоровыми, сильными. Если кому-то нужна моя помощь, вайбер, ватсап, обращайтесь, пишите смски, звоните. В описании внизу под этим видео будет. От себя лично я желаю вам здоровья и здоровья вашим детям и вашим родителям. И всего самого наилучшего в мире. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...